Здарова, игроманиейки! С вами Джейсон, канал Труманик Геймс. Продолжаем прохождение AbleVDN2. И конец этого мира уже близок, поскольку наша вселюбимая женушка устроила настоящий Армагеддон на улицах города под названием... Черт побери, никак не могу запомнить я это название города нашего прекрасного. Как бы дороги вперед-то нет, и мы видим, что появляются новые монстры, какие-то гадские, ужасные сопливчики. Может быть такое название им придумать? Ну, сопливчики перестали быть сопливчиками. Я не знаю, смогу ли я вырубить его с одного удара. Я надеюсь, что смогу это сделать. Вон, мяри. Да дай ему по голове и все, че ты. Не попал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Просто это называется докопался. Я, кстати, почти сдох. Так-то. Какая у меня там аптечечка-то была? Так ощущение, что у меня никакой аптечечки не было, хотя они были. И на седьмом номере они стоят. И они даже вроде как есть. Ладно, применю большую аптечку. Восстанавливаю побольше здоровья. И несмотря на все мои прокачки, кстати говоря, что-то не особо чего и прибавилось. До конца бар даже не восстановился. Внутрь надо обязательно зайти, потому что там что-то лежит интересненькое, полезненькое. Нам как бы намекает, неплохо бы чувачок их валить издалека. Не тратит на них столько патронов. Типа, бери три зубица вперед. Ну, я имею ввиду наш этот, как он называется, арбалет. Возможно, я послушаю их совета. Что-то у меня быстрый клавиш не работает. Это вообще меня пипец как смущает на самом деле. Так, ну что-то, послушаю нашу любимую игру. Я не попадаю. Я, блин, окиреваю вообще на самом деле с этого. Вот прямо в голову. И вот, блин, теперь попадаю. Странно. И путь открыт, да, мы, господа, проходим дальше. Так, хорошо. Хитбокс, пожалуйста, пофиксите кто-нибудь. Ну, хоть кто-нибудь. Заклинаю вас. Хитбокс, мне нужен хитбокс. Чуть побольше. Прям самую малость. Да, из-за этого же я забыл забрать. Всё, теперь можем проходить вперёд. Я думаю, впереди нас также ожидают неприятности. А мы же любим с вами неприятности, поэтому мы идём им навстречу. О, как. Не могу здесь пройти. Мира! Стой! Стой, кто идёт. Стрелять буду. Без резких движений, Севастьян. Ну, чёрт, убери. Ну, как известно, нормальные герои всегда идут в обход. Они зашевелились. По неведомой мне причине. Ещё? У меня нет на это времени. Севастьян, я с тобой согласен. Абсолютно. Ты не представляешь на сколько. Почему ты не можешь выйти из-за угла и в сандальти ему? Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Я понял. Я уловил вашу мысель. Ой, не попал опять. Спокойно. Отойдём. К сторонку. Поговорим как мужчина. Вообще, вообще дерьмо на самом деле. Сколько надо в них садить, чтобы они сдохли? У меня же две сотни на патру... ...на пистолете. 200% урона! Он еще умудряется отращивать конечности. Ну, как мы видим, мой 200% урона не помогает абсолютно никаким образом... ...в борьбе с этими тварями. За птичку огромное спасибо. Ну, вроде как их можно ушатать, если к ним подкрасться. Но сказал Севастьян, что у него нет времени, я решил воспользоваться дробовиком. Дробовик мне абсолютно никак не помог. Какой еперный, мое еперный, театр-п. Че вот он разорался? Потерял меня, но он бежит ко мне навстречу. И вот он застрял в текстурах. Это нормально для этой игры. Фигасе, незадача. У меня опять здесь нет, мужик. Представляешь, так тоже бывает. И дальше путь мне тоже открыт. Чудовищно увлекательно. Конечно, можно было здесь воспользоваться бочкой. Поджечь все к такой-то матери. Дымовушкой, чтобы пробежаться, наверное, мимо. И не заострять на себе внимание, чтобы они не увидели, как я пробегаю мимо. Хреново, что я хат-баттенами не могу пользоваться. Так и меня вообще напрягает, на самом деле. То есть мне приходится колюсиком работать. А я, честно говоря, от этого отвык. Так, ну здесь неспроста стоит машина. Вон она. Надо снова заблокировать за собой проход, чтобы призвать еще больше тварей. Тем более, эта тварь, я так понимаю, стала еще и опаснее, чем все предыдущие. О, боже, что это за херня. Ух ты. То есть она сама это подожгла. Я как-то вообще против такой херни. Я не рассчитывал. Я не могу попасть. Что за дичь? А, спасите, спасите, помогите. Не попал. Здесь, конечно, дробовик. Патронов-то нет уже. А где моя винтовочка? Тебе больно? Я надеюсь, тебе больно. Че он так делает? Пу-у-у-у. Пу-у-у. 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 И здесь нет патронов, и нигде нет патронов. Ну, докопался-то, а? Опс! Куда же ты? Стой! Не, не помогло. Я должен был сейчас экстра добивающий удар нанести, или что? Мне кажется, она бздит. Хе-хе-хе. Ой! Вольно! Не, ну это вообще не вариант. Блин, мужик надоел, честно. Все, нет. Ну да, вроде сдох. Блин, все патроны потратил. Хоть бы это была последняя тварь. Кастельянас, и не рассчитывай, как... О, 10 тысяч ванилопанилы дали за него. Все патроны потратил. Блин, ахренеть вообще. Хоть бы дали... О, здесь оказывается... Кое-что было для нас припасено. И разрывной патрон был припасен. А эти ящики я разбить, конечно же, не могу. Да. И, оказывается, был не полностью ограничен в передвижении, а только можно было вокруг дома еще побегать. Кастельянас. Мира! Куда ты идешь? Я не дам тебе навредить, Лили. Навредить? Да я никогда. Я люблю ее. Твоя любовь ее не защитит. Это могу только я. Я велела тебе уйти! Ну, раз ты не хочешь уходить, будем действовать по-плохому. А-а-а-а-а! Черт! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А где же мы с вами оказались? Как-то заснеженной пустыней. Так, ну что, Костивянов, ты готов? Или ты не можешь оправиться от падения? Ну, я так понимаю, летел ты достаточно далеко. Самая проблема в том, что у нас с тобой патронов нет. Ну, видимо, некий символизм. Воспоминание мира реализовано. Глава 16, Чистилище. Ну, кстати, да. Достаточно годное сравнение, похоже. Вернитесь домой. Я к чему здесь швыряюсь? Вдруг здесь где-то припасы. Ну так, чисто невзначай лежат и меня ждут. Большая такая бездонная дыра. Что-то я не могу вытянуть. О, давайте посмотрим. Они потеряли бдительность. Юнион функционирует гладко. И они уже не так прицельно за ним следят. Сейчас или никогда. Мы освободим Лили до того, как они нас заметят. Когда она выберется, мы станем почти невидимы. Ты уверен, Теодор? При твоем высоком положении. Если тебя поймают... Я уже принял решение, Китман. Я больше не могу спокойно смотреть, как они используют бедную девочку в своих целях. Поэтому я хочу использовать ее. Я хочу использовать ее. Да-да-да. Сдается мне, Кастильянос, ты прав. Сдается мне, Кастильянос. Я знаю. Но если я передумаю, они выследят Лили и вернут ее обратно. Я не могу этого допустить. Пообещай мне, что когда все кончится, ты передашь Лиле Себастьяну. Обещаю, Мира. Что ж, пора прощаться. Мира планировала стать ядром? Зачем? Ну как, заменить собою, наверное, Лили. Все это логично. Потому что система не может существовать без ядра. Давай. Возможно, поэтому. Вот она. Скорее, Тарадор, давай. Что ты делаешь? Ты что, правда думала, что я позволю тебе уничтожить Мёбиус? Они, конечно, недальновидные, но представляют для меня большую ценность. Когда я буду контролировать их, когда Стэм окажется под моим контролем, тогда они раскроют свой потенциал. А теперь отдай её мне. Только через мой труп. Ну, как тебе будет угодно. Так вот, когда всё это случилось. Вот когда всё начало разваливаться. За диверсией и... одного ублюдка. Ну, собственно говоря, всё, что нам было известно. Мы уже заценили. Нам дают шанс сохраниться. Кошка уже отдыхает. Набрать деталей. Побольше. Полтора тысячи геля сразу вот так вот в баночке. Свяжущий гель. Тут же сохранялочка, которую мы сейчас воспользуемся. Ну, с эйфом мы вроде как разобрались. Давайте... А-а-а. В зазеркалье нас что-то не пускает. А, ну мы как бы есть в зазеркалье. 16 тысяч... Я, наверное, найду, куда применить. С возвращением, детектив. Здравствуй, давно тебя не видел. Что нам подробно? Предложишь сегодня? Честно говоря, даже не знаю, куда прикачаться нам. В здоровье, в восстановлении, вскрытность смысла? Ну, точно нет никакого в прокачке. В здоровье, может быть, и есть. Может быть, в атлетизме. Неутомимость, выносливость, до 170%. И на 30% повышает шанс у ворота от атаки. Хотя до атаки, мне кажется, уже, ну, не дойдет, грубо говоря. Здесь что у нас? Стойкость. Болевой порог. Повышается. Увлечусь максимально показатель скалы здоровья до 200%. Ну, допустим, хочу я вот сюда вкачаться на 8 тысяч. Здесь 12 тысяч, и здесь 8 тысяч. Здесь еще 4, надо потратить. по бою, я вот все думал, дрожание прицела уменьшить. Но, опять же, останется мало. Уменьшает отдачу при стрельбе. Еще 2 800. Опять ни туда, ни сюда осталось. Спасибо, доктор. Пусть это будет так. Я сейчас наделаю себе патрончиков. Огневая мощь у нас и так увеличена. Деталь оружия у меня 290. Что я могу сделать на эту фигню? Дальность, криоболт, гарпунный болт, один сплошной болт. 115% и шанс к этапу увеличить. Вот так было бы круто. 240, блин, деталь уйдет на это. А если винтовку прокачать по убойности? 130 деталей, 145. А, 240 деталь уйдет здесь. И тут 30% в принципе прибавится. Еще 170 деталей. Емкость магазина. Сколько здесь надо? 140 деталей. Так, создание предметов. Пистолетные патроны. Давайте там тридцатничек. Вбахаем. Для дробовичка, конечно, все тут довольно-таки так скорбно, прискорбно совсем. Ну, допустим, 10 патронов. Для штурмовой винтовки. С этим все попроще. На пару обоим я себе заряжу. На полтора обоим и 45 патронов. На аглеметы я так, черт повери, ничего и не нашел. У меня еще порох остался. Его не так много. Недостаточно у меня, чтобы создать аптечку. Ну, пускай это будет так. Все, выходим отсюда. Кофемашины здесь ездили. Мы к ним кофейку бахнуть напоследок. Перед тем, как у нас тут всех не пришибли. Кофе, я так понимаю, здесь нет. Что весьма прискорбно. Подвигаемся к нашему дому. Куда-то в небесную высь. Беги, Билли, прячься. Я найду тебя. Обещаю. Что же ты творишь, Мира? Я защищаю свою дочь. Дура. Сила, которой она управляет, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, на что я способна, чтобы ее спасти. А-а-а! А-а-а! Что в тебя, Мира? Ты от меня не сбежишь. Я тебя найду. Ты справилась, Мира. Ты ее спасла. Но теперь ты для нее опасна. Не надо с этим что-то делать, я так понимаю. Севастьян к этому клонит. Я-то не опасен. Я-то всего лишь папочка, которая убивает все, что видит. Ну, конечно, ликвидирую потенциальную угрозу. Мира? Это ты? Севастьян. Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь. Это наш новый дом. Лили будет здесь счастлива, свободна от всех страхов, от всякой боли. нет, Мира. Так не бывает. Боль это часть жизни, как и любовь. Оставшись здесь, она не получит жизни без страха, потому что это вообще не жизнь. ты не понимаешь. То, что они с ней сделали, я могу ее защитить. Нет. Пожалуйста, дай мне ее вытащить. Идем вместе. Мы будем семьей. Нет. Я никому не позволю ее у меня забрать. Нет. Прошу тебя, Мира. Еще есть время. Мы можем уйти. Я не оставлю дочь здесь. Прошу. Любой, кто попытается, умрет. Не вынуждай меня делать это. Не вынуждай. А-а-а. А-а-а! А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok